Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен и сегодня будет тепло, я бы даже сказал жарко, ведь сегодня мы затронем тему доставки растений с особыми, особенными условиями, а конкретно вопрос необходимости грелок в посылках с растениями. Итак, в своей жизни я на самом деле очень много получал посылок, очень много их было с растениями, причем часть из них мне присылали на обзоры, а часть я покупал и даже до сих пор покупаю сам. И знаете, очень интересно смотреть, кто и как пакует растения. Кто-то газеткой мокренькой обходится, кто-то в мешочек там положит, что-то даже подпишет, кто-то в пленочку какую-нибудь завернет, а кто-то прям заморачивается и делает термобоксы. Делать выводы о качестве упаковки, это конечно интересно, но это не тема этого видеоролика. Если интересно, я и такой видос тоже выпущу, причем по этим наблюдениям можно отправлять не только аквариумные растения, то есть абсолютно любые растения, да и жирность какую-то, да, примитивную или околопримитивную по такой технологии можно отправлять, и мы в том числе отправляли. Особо продвинутой, платной, попрошу заметить, в большинстве случаев услугой является вложение грелки в коробку. Да, это обычная, обычнейшая, самая химическая грелка, в основе которой находятся опилки, а если лучше, если эффективнее, то это железный порошок. И все вот это добро при намыкании начинает греться. Конечно, там еще другие всяческие добавки есть, но основа это опять-таки железный порошок. На рынке в настоящее время представлены разные конфигурации и комплектации подобного плана устройств, которые позволяют нагреваться чему-то в течение от нескольких минут и до нескольких суток. Максимальная цифра, написанная на такой грелке, то есть то, что я встречал, это 72 часа. То есть это три дня, целых три дня по сути. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, эти грелки очень часто используются в туризме и зимнем спорте, потому что в результате простых манипуляций можно получить обжигающее тепло. Почему простых? Потому что достаточно только лишь намочить этот конвертик, этот пакетик, и у вас начнется процесс нагрева. Почему обжигающее тепло? Потому что эта грелка греется до 60-70 градусов. Да, друзья, я повторюсь, это не специализированные грелки для доставки растений. Это вот такие вот новомодные вливания и, к сожалению, на мой взгляд, они бесполезны. Да, к слову сказать, при температуре более 50 градусов можно получить поверхностный ожог на коже. А температура в 70 градусов подарит вашей коже уже глубокий ожог. Ну а теперь подумайте, что же может стать с вашими растениями. Ну то есть вы понимаете, к чему я веду. Да, именно. Очень хорошо, если эти грелки лежат снаружи термобокса. В противном случае вы получаете просто суп, жижу из вареных пованивающих растений. Дальше. Этот термопакетик, а он, обратите внимание, довольно компактен, он лежит снаружи. Снаружи термобокса, снаружи шестигранной коробки. С одной наружи, ну то есть с одной стороны, а с другой, с других пять. Что? Ничего не лежит. Верно. То есть у нас получается, что подогревается только одна стенка. Дальше. А для чего вообще нужна эта грелка? Для того, чтобы очевидно и логично растения не замерзли. Не замерзли при какой температуре? Минус 10, минус 1, минус 15. Ну, вода ведь замерзает меньше нуля. То есть, а растения? Сколько вообще может выдержать термобокс? Тут на самом деле очень много факторов. Начиная от герметичности термобокса и толщины стенок. И до маршрута, по которому следует посылка. То есть, если даже вы ее засунете в миллион шуб, если она поедет через районы, где минус 30 градусов, очень маленькая вероятность, что растения доедут целыми. Потому что нет активного источника тепла. Хотя, с другой стороны, в моей жизни были случаи, когда, ну реально, на север в минус 35 отправляли растения аквариумные, и они доходили почтой России в течение 5-7 дней. Да, но это, скорее всего, лишь исключение. К слову сказать, самые фиговые периоды для отправки растений, это когда очень холодно и когда очень жарко. Причем, если в холоде есть еще какой-то шанс, потому что, ну, к примеру, занесли посылку на сортировку, там тепло, то в жару не всегда посылка попадает в охлаждаемые помещения. То есть, в противовес морозу мы получаем адское пекло, да еще и с одной стороны. Дальше. Даже если взять 72-часовую грелку, она, во-первых, стоит больше сотни рублей в магазине, а в аквариумном магазине на нее еще накинут какие-то деньги, потому что, ну ведь грелка для аквариумных растений. Ну, а во-вторых, ни одна грелка в моей жизни еще не держала заявленное время. Вот даже близко, друзья. То есть, 72 часа написанных на грелке означает, что где-то там в параллельной вселенной какие-нибудь китайцы создали идеальные условия, и вот у них там каким-нибудь суперпрецизионным термометром удалось зафиксировать какое-то вот мельчайшее отклонение от температуры окружающей среды. И вот это вот мельчайшее отклонение стало как раз-таки последней точкой, последней, так сказать, минутой или часом нагрева этой грелки. То есть, друзья, если взять вот, к примеру, 72-часовую грелку, она никогда, ну, то есть, ни одна вообще грелка, она не будет греть столько, сколько написано. Потому что она сначала будет разогреваться до максимальной температуры, а потом она будет остывать. И если мы берем 8-часовую грелку, эффективный нагрев это 2, 3, 4 часа. Тут все зависит от качества грелки. Причем, да, друзья, были в моей жизни случаи, когда грелки вообще никак не работали. И я вам так скажу, если вы взяли грелку, и она жесткая, то есть, это не порошок, а уже что-то такое, вот, как пластина, как спеченая, будто бы что-то, она уже, скорее всего, не будет греть. То есть, она уже, скорее всего, отработала. И да, срок годности у таких грелок, но он составляет меньше года, опять-таки, в особых условиях. То есть, тогда, когда эта грелка не подвергается воздействию влаги из окружающей среды, в частности. Ну, то есть, вы поняли, да, сколько факторов, они влияют, все вот эти вот факторы, все вот эти моменты на качество нагрева. То есть, здесь говорить о каком-то постоянном, равномерном, планомерном нагреве, ну, где-то вот комфортная температура, да, для растений, там, 26-28 градусов. Нет, так не прокатит. В то же время, друзья, вот вспомните, вы купили рыбку в магазине зимой, да, например, и пока едете, эта рыбка, ну, там, в маршрутке, в трамвае, в машине, температура воды в пакетике с этой рыбкой, она, естественно, падает. И когда вы приносите в аквариум большой, эту рыбку выливаете, рыбка может не оправиться и просто сгинуть. Почему? Потому что температурный шок. То есть, потому что температура охладилась, пока вы ее везли, а у вас в аквариуме температура другая. Для растений температура тоже так же страшна. То есть, изменения температуры, они вообще фатальны для всего живого. Ну, вспомните банально себя. Вот вы в бане, к примеру, попарились и полезли в сугроб. Кто-то уже и не вылезет из этого сугроба. Почему? Ну, потому что что-то там внутри оторвалось и что-то закупорило, и все как бы, да? Ну, вы понимаете, к чему я веду. То есть, друзья, грелки эти, это бессмысленная трата вообще времени. Если уж что-то и делать, то это должно быть не высокой температуры, плавно отдающее тепло в течение нескольких дней. Потому что доставка, ну, к примеру, та же самая Почта России, а именно Почта России доставляет даже, ну, самые отдаленные населенные пункты посылки. То есть, если, допустим, СДЭКи всякие, Боксберг, они, как правило, есть в городах, то в деревню какую-то СДЭКом посылку доставить проблематично. Потому что это будет стоить капец каких больших средств, во-первых. А, во-вторых, срок его доставки, он будет соизмерим, ну, то есть, он будет примерно такой же, если не больше, как и доставка Почты России. А Почта России, повторюсь, это не 8 часов доставки. Даже если вы в один город отправляете с одного дома в другой напротив письмо, оно не будет идти полчаса или час, оно даже не будет идти один день. Поэтому, друзья, делайте вывод. И даже не 72 часа, как заявлено на самых вот длительных по времени работы грелках. То есть, это, еще раз повторюсь, пустая, ненужная, бессмысленная переплата. И я повторюсь, что это мой личный опыт. В моей жизни были десятки посылок именно с грелками, но какого-то особого эффекта от грелок я не заметил. Ну, разве что, кроме того, что они увеличивают стоимость дополнительной упаковки. На этом все. С вами был Кламен Унивси. Очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья.